Речь пойдет, собственно говоря, о проблеме открытия лекарств. И посвящена будет моя презентация современному состоянию, что сделали уже и какие перспективы возможны для открытия новых лекарств. Такие методы, high throughput methods, это переводится как высокопроизводительные методы, к ним относятся широко распространенные и уже прочно вошедшие в медицину и биологию такие методы, как sequence, microarray и методы масс-спектрометрии. Суть этих методов в том, что мы получаем большое количество данных за короткое время. И огромное количество данных, но не всегда это демонстрирует связь или демонстрирует обратную связь между количеством данных и контентом, контентом или биологической информацией. И Сидни Брэн, Нобелевский лауреат, в 2002 году еще предупреждал о такой возможности, что при большом, при труднозатратном каком-то методе мы получаем очень маленький биологический выход. Сейчас метод, который, high throughput метод, использующийся для открытия новых лекарств, называется high throughput screening, или высокопроизводительный скрининг. Он из себя представляет полностью автоматизированные платформы, начиная от введения культур клеток и кончая съемкой и получением больших, и обработкой больших количеств данных. Все это автоматизировано и включает в себя некоторые компоненты. Это, во-первых, библиотеки, это различные библиотеки, которые используются для скрининга, и химические, геномные, и белки, и пептиды. Следующий компонент – это методы. Методы используются тоже различные. И также основным компонентом являются модели. В основном все скрининговые исследования проводятся на 2D-моделях. И также большой набор целей или таргетов. Это может быть и ДНК, и рецепторы, и транскрипционные факторы. Сам High Surface Screen, или HTC, был впервые опубликован в 1991 году, и до 1997 года это была только одна публикация в PubMed в год. Полноценным и доступным он стал с 1999 года, когда появилась возможность использовать микропланшеты. В настоящее время на Западе, за рубежом, эти лаборатории присутствуют в большом количестве, их сотни. Количество исследуемых анализов – это 10 тысяч веществ в день. И даже есть ультралаборатории, которые позволяют проводить скрининг до 100 тысяч веществ в день. Это огромное количество данных, и можно себе представить, как все это быстро работает. Однако здесь возникла все та же проблема, о которой предупреждал Сидни Брейнер, что на самом деле выход от таких огромных исследований очень маленький получился. То есть ожидалось, что мы будем иметь при таком большом количестве скрининга и исследуемых веществ, мы будем иметь очень большой выход в открытии новых лекарственных средств. Однако увеличение открытия и количества лекарственных средств практически не произошло. И такая же большая ошибка, как и была раньше, при клинических испытаниях. То есть это всеобщая проблема в открытии лекарственных средств. И только 50, среди 58 препаратов, которые были одобрены между 1991 и 2008, только 19 из них были одобрены из HTC. Но встал вопрос, собственно говоря, как улучшить качество этих исследований, и что нужно изменить, чтобы действительно эта проблема была решена. Помимо подходов high-content screening для поиска лекарственных средств, существуют такие принципиальные подходы, как target-directed и phenotypic drug discovery. Опять же, их определение и их точная характеристика – это достаточно сложные понятия. Почему? Потому что они могут реализоваться и на клеточном уровне, и на уровне животных моделей, и на уровне фармакокинетики. Но суть этих различий в этих методах можно… Я определяю так, коротко, что target-directed, он подразумевает, что мы сначала определяем цель, а потом уже ищем на нее какой-то препарат. То есть цель у нас известна, предполагаем, и связана с заболеванием. В отличие от phenotypic drug discovery, этот подход реализуется наоборот. То есть цель предполагается нам неизвестной, и мы ее стремимся найти. Так вот, задачу и переход именно от target-directed к фенотипическому скринингу мы, возможно, через применение high-content скрининга. Кроме того, нужно отметить, что предыдущий метод, который был high-throughput screening, он в основном реализовывал вот этот таргетный подход. За счет того, что мы уже определяли цель, мы определяли какой-то белок и проводили скрининг всевозможных препаратов на этот конкретный белок. Тогда как для фенотипического подхода мы уже реализуем совершенно другие методы. Сам термин high-content подразумевает, что мы получаем информацию от большого количества не только о цели, но и о фенотипическом изменении в каждой клетке. И от каждой клетки мы получаем информацию, всю, которая возможна. Этот подход предполагает использовать имиджинговые технологии. Ну и, соответственно, большое количество данных опять получается, и мы не можем обойтись без математического анализа глобального. И, собственно говоря, сам этот подход можно определить как high-content imaging, то есть имиджинг высокого содержания. В общем-то, ничего нового и не произошло. То есть мы, по сути, вернулись к старой доброй микроскопии, но на другом немножко уровне. Для того, чтобы понять, что это за уровень и как он реализуется, я вам покажу на примере исследования токсичности. Ну, здесь, собственно говоря, схема эксперимента. То есть мы просто берем клетки, садим их на плашку, добавляем, инкубируем. И дальше используем обычный рутинный метод, который давно использовался в микроскопии. И еще один момент для вот этих технологий – это использование имиджинговых специальных имиджинговых платформ. Мы используем компанию GE InCell Analyzer 2200. Многие компании, помимо GE, производят эти имиджинговые платформы, которые позволяют проводить этот скрининг в автоматическом режиме. И, кроме того, они обязательно должны сопровождаться специальными программами для обработки этих изображений. Ну, вот картинка, которая получается, пример картинки. Здесь мы можем выделить три вида клеток – мертвые, живые и апоптотические. Таким образом, некое описание различного фенотипа клеточного здесь присутствует. Далее мы проводим обработку. Ну, если здесь не очень, наверное, хорошо видно. То есть мы можем все эти клетки выделить. И программа не только распознает эти клетки, но также и выделит те клетки, которые апоптотические, живые и мертвые. Все это в режиме планшета. Также мы можем увидеть визуализацию эксперимента очень быстро и наглядно. С каждой клетки мы получаем большое количество информации. Вот здесь представлена линия. На самом деле здесь четыре, но мы можем программы задать до 40, и если мы имеем различные каналы, даже до 100 количеств и характеристик клетки. И таким образом, если мы собираем там тысячу клеток, то количество информации просто огромное. Также вот конечные варианты, результат всех этих экспериментов – это развертка в зависимости от концентрации, дозозависимая кривая для исследуемых веществ, где мы можем увидеть и апоптос, и мертвые клетки, и живые клетки, а также посчитать количество этих клеток. Кроме этого метода, возможны такие методы, как тест на зарастание раны в достаточно точном объеме и количестве. И еще один метод, который я хочу продемонстрировать – это метод оценки активных форм кислорода. Здесь можно не только оценивать по конечной точке, но также и в динамике. Это демонстрация сегментации. Настоящие софтовые сопровождения всех автоматических платформ позволяют достаточно точно сегментировать клетки. То есть мы можем сегментировать не только ядро голубое, но также цитоплазму и внутриклеточные структуры красным, которые окрашены. То есть сегментация достаточно четкая и ясная. Эта проблема, в общем-то, уже решена. Присутствуют как платные, так и бесплатные программы, которые мы можем использовать для сегментации изображений. На данном слайде еще один пример. Здесь мы видим, что популяция клеток при каждой обработке значительно отличается. И те характеристики, которые мы используем, мы можем определить отдельно, например, интенсивность, отдельно интенсивность клеток, интенсивность ядра, отдельно распределение интенсивности. Но нам бы хотелось охарактеризовать всю популяцию в целом. И в данной ситуации мы эту проблему решить не можем. Поэтому здесь нужен дополнительный софт, который позволил бы не просто отдельные характеристики описать, но и описать всю популяцию в целом. Ну, например, мы можем сказать, что у нас есть транслокация в ядро, вот в этом случае, то есть ядро окрашено, здесь ядро в контроле темное, вот здесь у нас уже изменяется размер. Да, мы можем по одному параметру проанализировать, но чтобы описать популяцию в целом, уже недостаточно этих методов, которые присутствуют, и нужны дополнительные. Вот мы провели попытку охарактеризовать эту популяцию в целом. Это в сотрудничестве с биоинформатикой, с Института цитологии и генетики, они описали популяцию клеток в целом. И, как видите, достаточно убедительно, что каждый препарат мы можем охарактеризовать не только по какому-то одному параметру, который фактически не описывает нам данную ситуацию, но и по всем параметрам одновременно. В этом исследовании на каждую клетку было около 40 характеристик, и все они в данной ситуации были учтены. И поэтому следующая проблема, которая встает при хай-контенс-тренинге, это вот именно обработка этих данных. Как же описать полный фенотипический профиль? Ну, это мы... Клеточную сегментацию, после того, как мы получаем изображение, то есть мы первое, что делаем, это проводим клеточную сегментацию. Зачем мы пытаемся то, что мы отсегментировали, каким-то образом описать в клеточных размерах? И дальше нам необходимо выделить те характеристики, которые имеют значение действительно. И все это позволяет делать технологии, или как машинного обучения, которые базируются на тех же алгоритмах обработки большого количества данных, и дата-майдинг технологии также сюда включены. Машинное обучение, оно, возможно, как контролируемое, так и неконтролируемое. В данном случае мы можем определить редкие фенотипы, и также различные классификационные алгоритмы могут быть использованы для того, чтобы описать клеточный фенотип. Не менее важным является валидация данных. То есть мы не только должны определить, есть ли этот клеточный фенотип, но и подтвердить, что эта гиботеза верна, и действительно этот клеточный фенотип имеет место быть, а это не какая-то ошибка при съемке. В данном случае есть несколько вариантов, как определяется. То есть вот здесь мы можем определить только два клеточных фенотипа, здесь уже различные клеточные фенотипы, и больше интересно нам неконтролируемое, когда количество фенотипов будет определяться с реальное, которое присутствует в данной популяции. По сути, задача сводится к тому, что не только описать те клеточные фенотипы, которые мы можем увидеть, которые мы знаем, которые нам кажется должны присутствовать, но и те клеточные фенотипы, которые мы не можем даже различить иногда визуально глазом. И это становится возможным с применением вот этих технологий дата-майнинг и машинного обучения. Помимо этого, мы не только, поскольку скрининг, то есть задавать уже известные параметры границы, то есть позитивный контроль и негативный контроль, по сути, уже становится бессмысленным, поскольку мы здесь таким образом ставим ограничения. И нам необходимо определить и описать весь спектр возможных изменений. Ну и перспективы машинного обучения. Это так называемый дип-лёнинг, который позволяет обрабатывать данные непосредственно, используя уже пи-мегапиксели. И стратегия активного обучения, которая еще более сложна и на самом деле мне непонятно. Ну вот, например, дип-лёнинг она активно уже изучается, и даже вот статья в 2015 году уже на данный момент и в Фабмеде имеет более 100 публикаций. И за последние два года фенотипический скрининг стал очень популярным, и количество статей, которые появляются с данными фенотипического скрининга, прямо растут на глазах. В заключении я хочу вам показать последнюю публикацию Nature Review, в которой группа экспертов, собралась группа экспертов и пыталась определить, почему же у нас предыдущий скрининг, предыдущие попытки скрининга не были такими успешными, и какие варианты дальнейшего развития возможны. В данном случае они предложили использовать клеточные модели не 2D, а 3D-клеточные модели, а также плюлипотентные стволовые клетки и использовать материал от пациентов для того, чтобы проводить скрининг. Из методов, которые рекомендуется использовать, это все тот же high-content screening, но и, кроме того, очень важно использовать именно математические методы для обработки, то есть фенотипический скрининг. Ну, вот у меня все. Спасибо за внимание.